Привет! Каждый, кто работал за компьютером на системе Windows, встречал синий кран смерти, или же по-английски Blue's Queen of Deez, или же PSOT. Возникнуть она может по совершенно любой причине, будь то ошибка драйвера или ошибка о потере системного раздела на этапе загрузки. А раньше синий кран смерти мог появиться банально в результате операции извлечения CD-диска во время его чтения, или если выполнялась программа, которая находится на том CD-диске. Синий кран смерти за 30 лет много раз менялся, и в этом видео я предлагаю посмотреть на то, как менялся синий кран смерти, который некоторое время даже был и не синим вовсе. Впервые синий кран смерти как таковой появился в Windows 3.1. Вызывался комбинацией клавиш Ctrl-Alt-Delete, и выполнял своего рода функцию срочного диспетчера задач. То есть через этот экран можно было снять зависшее приложение и спокойно работать с системой дальше. Если нажать комбинацию два раза, то происходила перезагрузка компьютера. Однако при глобальном сборе синий кран смерти не появлялся. Система принудительно завершала свою работу и появлялся либо просто чёрный экран, либо среда MS-DOS. В семействе систем Windows 9X дизайн синего экрана не претерпел никаких изменений, но он стал показываться в более частых случаях. Если система вела себя нестабильно, происходила ошибка по адресному пути в памяти или происходила простая ошибка системного драйвера, то всегда появлялся данный экран. У пользователя было два варианта решения проблемы. Либо перезагрузить компьютер, либо продолжить работу с системой, нажав Enter. Однако второй вариант решения редко помогал, так как система всё равно часто зависала наглухо. Но не всегда система могла предложить пользователю какое-либо решение проблемы. Если во время загрузки происходила ошибка инициализации службы vFAT или же виртуальной файловой системы FAT, то пользователь видел синий кран смерти с ошибкой инициализации драйвера, надписью о прекращении загрузки драйвера и надписью «Система остановлена». В семействе систем Windows NT по сравнению с Windows 9X синий кран смерти полностью изменился. Он теперь стал показываться только тогда, когда в коде ядра или драйвера, выполняющемся в режиме ядра, или в системных процессах, которые выполняются в режиме пользователя, возникла ошибка, которая является неустранимой. В том режиме, который идёт после загрузчика и сопровождается появлением курсора и графического интерфейса. Также синий кран смерти стал более информативным. При появлении синего экрана смерти в Windows NT и её подобных системах единственным вариантом становится только перезагрузка компьютера. Однако, это по умолчанию происходит автоматически, если вы не меняли настройки поведения системы во время появления в SOT. Также система создаёт в системном журнале запись с параметрами ошибки. А если в настройках включено создание дампа в памяти, то в системном журнале также будет указана причина, стоп-код, момент самой ошибки и имя драйвера, где возникла та самая ошибка. Дизайн экрана смерти также был изменён. Цвет, конечно, остался прежним, но появилось много дополнительной информации. Код ошибки и её имя. Параметры, которые дают ошибки пояснения. Адрес места ошибки, если у системы есть возможность её указать. И название файла или драйвера, в котором произошла ошибка. В Windows 2000 синий экран был значительно упрощён в плане внешнего вида и информативности. Теперь в нём содержится только код ошибки, её имя и советы о том, если вы встретили кран смерти впервые или видите его уже неоднократно. С Windows XP и вплоть до Windows 7 включительно, экран смерти снова изменился. Он изменил свой шрифт и стал более вытянутым, появилась надпись о том, что была выявлена проблема и Windows остановил свою работу ради предотвращения повреждения компьютера. Имя драйвера, из-за которого произошла проблема, советы по устранению и техническая информация в виде кода ошибки, повторного написания имени драйвера, в котором произошла проблема, и адреса памяти. Однако, если какой-либо системный процесс даёт сбой и внезапно завершает свою работу, к примеру, файл winlogan.exe, который является компонентом, отвечающим за вход в систему, и вызывает другие системные процессы инициализации, то вы получаете синий кран смерти, который будет содержать только код ошибки и не иметь никаких надписей и прочей информации, кроме непредвиденного завершения системного процесса Windows Login Process состоянием. В русской версии Windows вместо этих надписей будут кракозябры, но в английской всё нормально. В Windows 8 PSOT претерпел редизайн. Изменился цвет с тёмно-синего на небесно-голубой, шрифт с консуласом на Segoo UI, да и в целом изменилось абсолютно всё. Теперь экран смерти не содержит техническую информацию и советы решения проблемы. Теперь он содержит грустный смайлик, надпись «На вашем ПК возникла проблема, и его необходимо перезагрузить», мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке, а затем будет автоматически окна перезагрузка, и код ошибки, решение которого предлагают найти в интернете. Но в одной бета-сборке Windows 8 экран смерти был не синий, а полностью чёрный и не содержал грустного смайла. Сразу надпись о том, что компьютер нуждается в перезагрузке. В PSOT от Windows 10 ничего в плане дизайна никак не поменялось, кроме одного – появился QR-код. Отсканировав его, вы попадали на главную страницу справки Windows в интернете. Также появился новый вид экрана смерти. К синему экрану с 2016 года появился ещё и зелёный. Он доступен только в сборках Windows 10 Insider Preview. Ну а в релизной версии Windows 11 экран смерти внезапно для всех снова стал чёрным. По какой причине это было сделано – неизвестно. Хотя я могу предположить, что они пытались сделать единство цвета. То есть в релизной версии Windows 11 экран входа был чёрный. Именно экран, подождите, экран завершения работы тоже был чёрный. То и синий экран сделали чёрным. То есть они хотели единство цвета. Но что-то не вышло. Однако в скором времени цвет был восстановлен на прежний вариант. В себе он ничего нового не содержит. Всё тот же шрифт с майлик и текст. Абсолютно идентичен с последними сборками Windows 10. В общем, вот так менялся синий экран смерти за больше чем 30 лет. Изменилась куча дизайнов, но смысл остался таким же. Оповестить пользователя о неполадке с системой и дать какую-либо техническую информацию. Однако, так называемый синий экран присутствует не только в Windows. Он также присутствует в ReactOS и в мобильных устройствах по типу Windows Mobile. В других же операционных системах свои стоп-экраны. А на этом всё. Если тебе понравился ролик, то поставь лайк. Также можешь подписаться на канал, чтобы поддержать моё творчество. До новых встреч!